Некоторые косплееры в своем увлечении достигают больших высот. Чтобы создать один образ, нужно научиться многому. Шить костюмы, делать правильный грим, создавать аксессуары и разные элементы, чтобы герой получился максимально точно. В обычной жизни меня зовут Настя. Занимаюсь я шитьем. Я по образованию вообще модельер-конструктор. Как вы понимаете, тесно связан с этим всем. И свой костюм шили сами. Да, целиком и полностью, все сама. На фестивале можно увидеть разных персонажей. Для каждого участника косплей – это способ самореализации. Чаще всего среди них встречаются инженеры, математики, люди технических профессий. Для них это единственное отдушина – возможность раскрыться для всех совершенно с другой стороны. Это возможность быть собой. Быть таким, каким тебя могут не принять где-нибудь. А у тебя появляются разные друзья. И они тебя принимают любым. Всегда весело, всегда есть возможность, не знаю, попробовать что-то новое, попробовать показать себя, выступить, испытать те чувства, которые ты бы никогда не испытал, если бы его просто не было в твоей жизни. Я очень часто хожу на такие фестивали, и буквально год назад мне просто предложили кого-нибудь косплеить. Я согласилась, и вот пошло-поехало это дело. Это возможность стать кем-то другим, и ты просто чувствуешь, что меняешь себя, и как-то по-другому смотришь на вещи. Гости фестиваля с удовольствием фотографировались с любимыми персонажами и активно участвовали в разных мастер-классах, которые на празднике были представлены в большом количестве. Участники все прекрасные, абсолютно все разные, и никого выделить я не могу, потому что все очень шикарные, и все старались, и спасибо всем, что приехали. Хочу отметить, что действительно в этот раз нам сделали такой подарок, такой замечательный зал предоставили, и видно по количеству людей, по реакции ребят, которые приходят сюда, и гостей фестиваля, что им нравится, что это действительно новый уровень. Я надеюсь, что вот именно сегодняшнее мероприятие мы определенную планку поставим и будем ее придерживаться ежегодно, потому что косплей фестиваль набирает обороты. Косплей – направление, которое пришло к нам из Японии. Чтобы больше узнать об этой стране и ее традициях, можно было сыграть в ГО. За партией время летит незаметно. Главное правило – достичь баланса. Именно этого нам так не хватает в повседневной суете. Даже те, кто приходят на подобные фестивали, знают про ГО, потому что они смотрят аниме, например. А аниме, одно из самых знаменитых аниме японских – «Хикару и ГО». Это замечательный сериал, в котором 70 с лишним серий, рассказывающие об этой игре. Часть людей, они даже вот посмотрев аниме, узнают о ГО и начинают играть в ГО. Фестиваль проходил по нескольким номинациям. Участники демонстрировали свое мастерство в вокале, дефиле и хореографии. Здесь нет проигравших. Каждый, кто вышел на сцену и рассказал о себе и своем увлечении косплеем, уже победитель. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Один Соло».